Рекорд первого «Холопа» побит. Сборы комедии «Холоп-2», созданные при поддержке телеканала «Россия», уже приближаются к 1 миллиарду 800 миллионам рублей. Впечатлениями от масштабной ленты с участием звезд отечественного кино хабаровские зрители поделились с Надеждой Каврильной. Сеансы «Холопа-2» в кинотеатрах Хабаровска идут нон-стоп. Интерес зрителей зашкаливает. Многие помнят успех первого фильма. Ну а те, кто посмотрел сиквел, говорят, что история исправления мажорки Кати, попавшей в перипетии российской истории, ожидания не обманула. Мы с семьей пришли, дочка и сын, супруга здесь. Очень понравилось. Мы и первую часть смотрели, нам очень понравилось, и вторая. Понравился дворец, конечно, и экоферма тоже понравилась. Масштаб съемок очень впечатляет, гораздо лучше, чем был в первой части, масштабней. Актерский состав подобран очень хорошо. Фильм дает задуматься. На чем? На тем, что разные уровни людей, и что на самом деле все равны. Я переживала за обоих, потому что как раз вот концовка, она дала понять, что все-таки Катя поменялась, то есть она задумалась. Она задумалась и в лучшую сторону, поменялась в лучшую сторону. Любой возрастной категории я рекомендую этот фильм посмотреть. Я переживал за обоих персонажей, потому что с каждой стороны было какое-то переживание у них. Когда один персонаж хотел, наоборот, помочь этому человеку, а другой не понимал, нужно ли это вообще. Очень красиво все выглядело. Прям вот прекрасно подобрали. Исполнительница главной роли Аглая Тарасова считает свою героиню непростым человеком. Да и испытания в фильме ей предстояли гораздо серьезнее, чем в первом холопе герою Милоша Бековича. Сначала она производит отталкивающее впечатление, потому что она не пускает никого к себе в сердце. Она вот когда-то закрылась и решила, что так же существовать легче, потому что так ей никто не причинит боли, она никого не пускает в сердце. И вот как раз с этой проблемой в фильме и будут бороться. Задумка режиссера Клима Шипенко снять свой первый сиквел лучше, чем оригинальный фильм удалась. В ленте также приняли участие Наталья Рогожкина и Павел Деревянко, не говоря уже об Иване Охлобыстине и Марии Мироновой. Так что на фильм, созданный при участии телеканала «Россия», стоит сходить, чтобы составить о нем свое собственное мнение. Надежда Курилина, Роман Матвеев, Вести Хабаровск.